Мы сегодня продолжим послание апостола Петра I с третьей главы. Все вычитали это послание, размышляли над этим посланием. И, конечно, каждый в этом послании хотел найти для себя какие-то ответы. И если мы читаем послание именно с такой целью, чтобы апостол ответил нам на те внутренние вопросы, запросы наши, с молитвой, если мы к апостолу обращались, чтобы он нам открыл смысл своего послания, мы обязательно для себя найдем там мудрость, как некое руководство для нашей жизни. И вот третья глава. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. О чем говорит апостол Петр в этом послании? Я думаю, что здесь особых комментариев не нужно для того, чтобы понять. Конечно, я попытаюсь прокомментировать это место, но, в принципе, эти слова очень и очень понятны. Но вот проблема только в том, что человек думает, ну неужели так? Именно это апостол Петр хотел сказать, чтобы жены повиновались своим мужьям. Ведь образ жизни современного человека совершенно другой. Женщина стремится к тому, чтобы ей муж повиновался. А здесь идет речь о том, чтобы жена повиновалась мужу. И, как правило, жена всегда пытается Словом доказать, зачем мужу нужно повиноваться ей. А вот апостол говорит немного о другом. Не надо спешить со словами. Житием жен своих без слова приобретаемы были. То есть, имеется в виду, речь идет о том, чтобы, взирая на богоугодное, благочестивое житие жены своей, муж и уверовал, об этом скажет немного позже апостол Павел, о том, что жена неверующая, святиться верой мужа своего, и наоборот. И вот именно другими словами говорит апостол Петр об этом же. И действительно, когда люди очень сильно сближаются, когда они становятся супругами, то доказывать ничего не нужно, потому что это не площадка для дискуссий семья. Семья — это, прежде всего, совместная жизнь. А если это совместная жизнь, то не надо ничего доказывать. Просто образом своей жизни давать доброе настроение своему спутнику жизни. А так постоянно женщина доказывает, почему у нее плохое настроение. Ну, как правило, это связано еще и с тем, что муж, может быть, немного денег приносит там. Из этого бывают очень серьезные проблемы, накал в отношениях. А вот апостол Дали говорит, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Что драгоценно пред Богом? Вы понимаете, что говорит апостол Петр вообще этими словами? Да он переворачивает все с головы на ноги. Потому что современный, особенно, человек, он по-другому вообще воспринимает эти вещи. А вот апостол Петр говорит о том, чем должен прежде всего человек украшать себя, особенно женщина, кротким и молчаливым духом. А обычно украшает плетением волос, но сейчас-то еще больше, всякими другими вещами. Чем только сегодня не украшает себя женщина. А ведь, когда женщина устремлена слишком к украшению, то, конечно, ей всегда будет мало, потому что нужно помнить, мода-то ведь она тоже на месте не стоит. А раз она не стоит на месте, то значит, что нужно постоянно оплачивать этот каприз. Ну, кому нужно оплачивать? Конечно же, мужу. И сколько бы там денег ни было, все равно будет маловато. А он со всех сил старается. Ну, как может человек. Трудится. Ну, особенно, если он не пьяница там какой-нибудь. И, скажем, непорочный человек, а просто вот труженик обычный. А ведь потом заканчивается это все разводом, а он в уныне, отчаянии, и потом начинает катиться по жизни. А ведь все начало с чего? С того, что, помните, та пушкинская старуха, не хочу быть дворянкой, а хочу быть царицей. Ну, а в результате оказалась сама у разбитого корыта. С чего, собственно, все и началось. Так что желание женское, оно как бы не заканчивается тем, что оно получает. То есть одно желание рождает десять других желаний. Нужно быть очень осторожным, потому что об этом говорит нам апостол. А апостол говорит от Духа Святого. Это значит, что он не просто от мудрования какого-то, понимаете, говорит. И нужно отметить, что апостол Петр был женатым человеком. Помните, тещу исцелил Господь его. Так что он был человеком семейным, знал и трудности семейной жизни, и радостей этой жизни. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его Господином. Но кем только сегодняшняя женщина не обзовет своего мужа. Каким там Господином? А ведь это тоже мужчина обязывает, если обращается так почтенно к нему жена. И он чувствует, что да, действительно, вот нужно держать, что называется, марку. И старается держать себя в форме постоянно, не расслабляться, потому что называет его жена Господином. Сейчас в наших современных условиях об этом говорить некоторые могут сказать вообще неприлично. Ну как это так? Женщина будет обращаться к Господине, к своему мужу. Это скорее говорит о другом. О том, что как далеки мы вообще от истины, понимаете? Что это уже просто нереально. Значит, знаете, как небо от земли далеко отстоит. Вот точно так же и мы уже от этих идеалов благочестия, красоты, духовных, семейных отношений. Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Он, конечно же, должен с уважением относиться, как к немощнейшим сосудам, потому что это может быть и препятствием в молитвах. Ну, конечно, если женщина постоянно говорит о том, что она хочет быть там дворянкой поначалу, столбовой, а потом царицей, то, конечно, это будет серьезным препятствием, потому что голова постоянно будет забита одним. Но как очередной наряд ей купить, чтобы она успокоилась? Конечно, многие посещающие храм Божий уже понимают эту истину, хотя где-то сердцем своим все равно расположены ко всему этому, потому что традиция жизни современная, она другая. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Это список добродетелей, каким должен быть христианин. Это каждый раз должно нашу совесть уязвлять. Не воздавайте зло за зло или ругательство за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свой от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. А действительно, невозможно сделать добро, если ты предварительно не уклонился от зла. Вот если человек стоит на пути зла, то есть совершении каких-то грехов, то как он может сделать добро? Он не сможет этого сделать, потому что и люди, которые окружают его, бесконечно будут его толкать на это зло. Вот то, о чем мы только что читали, об этих рекомендациях апостола Петра. Ведь для того, чтобы осуществлять этот призыв апостола, для этого от многого нужно отказаться. Правда? От многого нужно отказаться для того, чтобы быть свободным, делать это добро. И поэтому говорит апостол, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Вот чем должна быть обеспокоена наша душа именно поиском мира? Стяжи дух мир, и вокруг тебя тысячи спасутся. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Когда человек делает добро, это всегда обращает внимание Божьим. И уши к молитве их. Это значит, что Бог бесконечно слышит молитву правильного. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли. Мы немножко дальше об этом поговорим. Что это значит? И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Вот в чем защита для неправильно мыслящих наших современников. Ведь никто не сможет нам сделать зло, если мы живем по заповеди Божьей. Даже если кто-то и будет причинять нам какое-то зло, а ведь зло сейчас могут причинять каким-то магическим, оккультным образом, и именно этого и боятся сегодня люди, говорят о каких-то проклятиях, заговорах, о каких-то других магических воздействиях. Но если человек делает добро, то кто сможет ему причинить зло? Это не значит, что кто-то и будет этого делать. Нет, может быть, кто-то и будет делать. Но это не будет разрушать нашу душу. Мы будем сильными в противостоянии всякому злу. Мы сможем выдержать этот натиск зла, который совершается по отношению к нам. И нас это не будет беспокоить. Мы не будем в бесконечных мыслях о том, что как же дальше жить? Это зло бесконечно подсыпается нам под дверь там, или какие-то предметы странные находим у себя по квартире. Это не будет нас беспокоить. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. Вот о чем идет речь. Мы должны радоваться этому. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему. У вас отчета о вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Ведь многие люди спрашивают о нашем уповании. А наше упование – это наша вера, наша надежда на Бога. И вот если нам задают этот вопрос, ну что ж вы верите в Бога, не плашайте сами. И нас как будто хотят сбить с пути и сказать, ну вы же слишком уповаете на Бога. Вы как-то и на себя надеетесь. А человек на себя не должен надеяться. Это не значит, что он ничего не должен делать. Нет, мы должны делать то, что мы должны делать. И в силу своего долга или обязанности, или профессионализма, мы должны все делать честно и порядочно. Но то, что мы делаем, будет таким делом, через которое мы просто будем уповать на Бога, а не на себя. Потому что, когда человек слишком чувствует уверенность в своих каких-то способностях, он начинает уже уповать на себя и говорить, ну, это я сам смог сделать. А значит, он в себе только воспитывает гордыню. А как по гордыне Господь оставляет человека. Он только на смиренных обращает свое внимание. Господа Бога, светите в сердцах ваших. И вот мы должны о нашем уповании дать ответ скротости и благоговения. Вот когда нас спрашивают об этом, то мы не должны раздражаться. А мы часто раздражаемся на тех людей, которые задают такие вопросы. Нужно скротостью и терпением дать ответ. Спокойно. Чтобы люди видели, что это действительно жизни по своему качеству гораздо сильнее, гораздо лучше. И сами заинтересовались таким образом жизни. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. А за злые мы начинаем страдать тогда, когда мы начинаем, несмотря на то, что вот делаем какие-то добрые дела, но не выдерживаем каких-то испытаний и начинаем на зло воздавать зло. И тогда действительно мы уже будем страдать, но не за добро, не за Бога, а за зло. Потому что сами дали прецедент. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив Духа, которым Он и находящимся в темнице Духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, водненое во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Это удивительные стихи, на него нужно обратить особое внимание. Нас интересует, а что было в эти три дня, когда тело Христа пребывало во гробе. И вот нам этот стих говорит о том, что Он сошел во ад и там проповедовал. Есть такие слова, пасхальные слова, во гробе плотские, то есть во гробе плоти. Во аде же с душею яко Бог. То есть во аде Он был душой Своей и божеством, яко Бог. В раи же с разбойником. И вот давайте обратим внимание на эти слова. «Значит, спаситель душой и божеством Своим сошел во ад, и там Он проповедал для тех пленников, которые были в аду». Но проповедь, это не значит рассказ о само присутствии. Души с божеством в ааде уже были проповедью, как помните, говорил апостол, «Моя проповедь не в красноречивых словах человеческой мудрости, а в явлении силы и духа». Тем более, явил такую силу, блистанием божества Он разрушил адские склепы. И кто же смог выйти из этого ада? И как нам говорит Евангелие, что много телеса святых тогда, когда было воскрешение из мертвых Спасителя, в Асташи, помните? Так вот, праведных телеса в Асташи. Это значит, что все грешники, как нам уже известно, и праведники уходили во ад до пришествия в мир Христа, потому что рай был закрыт, еще Адаму и Еве для входа. И пламенный херувим стоял у входа и не впускал души умерших и праведников в том числе. И вот, когда Господь сошел, Он разрушил блистанием божества, которое было сопричастно в уши Его. И помните, на иконе изображается сошествие во ад. Спаситель стоит на двух створках дверей. Вот эти створки дверей символизируют именно разрушенный вход. То есть, двери ада были закрыты изнутри и никого не выпускали. И вот праведники, которые чаяли спасение получить с пришествием Христа, Его получили. Именно об этом, в этом стихе идет речь. Поэтому вы как-то даже отметьте этот стих. Так и нас ныне подобно сему образу крещения не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресениями Иисуса Христа, который вошед на небо пребывает одесную Бога, и Которому покорились ангелы и власти, и силы. И здесь Он приводит нам таинство крещения. И говорит, что таинство крещения имеет непосредственную связь с тем событием воскресения из мертвых Христа и исхождением Его во ада. что же происходит в таинстве крещения с человеком? Он погружается в воду для того, чтобы там оставить омытые святой водой грехи. И поэтому Он говорит, это не омытие телесной скверы, плотской, а очищение грехов. И здесь еще есть такие слова обещание Богу доброй совести. То есть крещение это обещание Богу доброй совести. И вот часто сектанты говорят нам о том, что крещение, ведь обратите внимание, говорит апостол Петр, это обещание Богу доброй совести. А разве дети могут что-либо обещать? Нет, конечно. И получается правы сектанты, когда говорят, что крещение младенцев недопустимо, нельзя совершать, потому что они не могут обещать ничего. Но если мы прочитаем оригинальный текст, то там будет в греческом тексте слово обещание звучать эпиротау, что в переводе на наш язык есть испрошение у Бога доброй совести. А вот младенцы всю свою жизнь то и делают, что просят. Просят любви, ласки, молока, заботы. И поэтому младенцы могут просить. А раз испрошение у Бога доброй совести, то значит и дети могут креститься. И если мы согласимся с тезисом сектантов о том, что это обещание Богу доброй совести, то тогда стоит вопрос, а что даёт человеку крещение? Если человек при крещении обещает добрую совесть, значит у него есть добрая совесть. Зачем же ему тогда нужна добрая совесть, если он может ему только Богу пообещать? Поэтому и говорится и спрошением, и просим, чтобы не было той лукавой совести, потому что есть и лукавая совесть. А что такое лукавая совесть? Это тоже совет внутри нас помыслы вражеские, греховные помыслы. И вот эти помыслы вражеские толкают нас на путь зла и греха. И вот мы просим, чтобы эта добрая совесть всегда звучала, и чтобы мы никогда не теряли этого голоса внутри себя, чтобы этот свет изнутри нас всегда струился и освещал нашу жизнь, наши помыслы. Итак, 4 глава, «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». И вот когда идет речь о том, что человек, страдающий плотью, перестает грешить, то иногда мы должны это понимать, когда страдаем телесно и никакой врач не может избавить нас от этого телесного страдания, что есть и другая причина, почему мы страдаем, потому что страдающий плотью перестает грешить, потому что страдающему плоти уже ничего не нужно, потому что страдающий плотью не строит планы долговременные, у него очень мало интересов греховных, он думает только об одном, думает только о том, чтобы не страдать, и вот тогда он находит для себя справедливым, помните, как та женщина, которая истратила все свое имение, на врачей, помните, для того, чтобы свою боль успокоить, и только кто ей помог, Спаситель, когда она к нему прикоснулась, вот так и нужно нам помнить, что когда мы страдаем плотью, то это страдание связано с тем, что мы грешим и не можем остановиться во грехе. чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей, ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству, в пище, питье и нелепому идолослужению. Почему они и девят, то есть язычники, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Вот видите, о чем идет речь? О том, что грехи, которые мы уже в жизни совершали, нужно же когда-то остановиться в этом. И вот для того, чтобы остановиться, у Бога бывает только одно средство, чтобы человек начал болеть. А иначе, если человек не будет болеть, он и не остановится в своих грехах. А вот язычники, которые злословят вас, ибо для того они дадут ответ, имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу Духа. Вот именно об этом идет речь сейчас, о чем мы говорили уже с вами. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте и благоразумны, и бодрствуйте в молитвах, более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Вот почему особенно о любви идет постоянно речь, потому что она покрывает множество грехов. Ведь мы понимаем очень хорошо своим разумом, что то бесчисленное количество грехов мы даже вспомнить не можем, уже не говоря о том, чтобы исповедать их все и чтобы искупить их все. И вот если человек любит, творит дела любви, то он покрывает множество своих грехов. Вот это путь к тому, чтобы очиститься от грехов своих, любовь. Будьте странолюбивы, друг к другу, без ропота, слушайте друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веково. Здесь идет речь о том, что у каждого человека есть какой-то дар от Бога. нет такого человека, который пришел бы в этот мир пустым, как вакуум. У каждого человека есть какие-то дарования. Кто-то имеет дар слова, а кто-то имеет дар добрых рук, а кто-то имеет просто всегда добрые настроения, которые можно развивать в себе и других людей утешать этим настроением. И вот Спаситель, простите, апостол говорит, если ты говоришь слова, то говори как слова Божьи. То есть, чтобы твоими словами в данном случае прославлялся Бог. Вот что важно, чтобы каждым нашим действием прославлялся Бог. Потому что все те добрые дела, которые мы можем совершать, это все равно дар Божий внутри нас. И вот вдуматься только, сколько даров иногда человек имеет в своей жизни, а он все делает для того, чтобы через эти способности его дарования прославляли именно его персону. Сколько человек жаждет аплодисментов, которые его радуют. И как часто артисты говорят, мы не можем жить без аплодисментов, постепенно переходящих в овации. Они как наркоманы пьянеют от этого внимания. А ведь здесь попрание именно дара Божия, раз они поют, но поют в свою славу. Значит, они далеки от Бога эти люди. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Это значит, что все искушения огненные искушения, то есть те искушения, которые причиняют нам страдания, они посланы Богом. А значит, у нас есть мера сил наших человеческих, чтобы перенести это испытание и выйти более испытанным, как Иов, помните, испытание его было жестоким, но вспомните, какой славы сподобился он после терпеливого перенесения этих испытаний. Испытания, перенесенные безропотно, человека делают мужем совершенным. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он улица, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, вот о чем говорит, только бы никто не пострадал из вас. Он не говорит, чтобы кто-то из вас не пострадал телесно, а чтобы не пострадал как убийца, как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Вы понимаете, о чем здесь речь? Это для нас именно утешение, потому что мы так часто унываем и отчаиваемся, потому что не можем понять, но почему же мы человеку сделали добро, а получаем взамен какое-то зло? Так Христос невинно страдал. И если мы безропотно, терпеливо переносим страдания за добро, то мы блаженны, и мы должны радоваться этому. Вот христианская реакция на это. И вот каждый пусть себе задаст своей совести вопрос. А всегда ли мы правильно реагировали на это огненное искушение, как говорит апостол? И всегда ли мы достойно выходили из этого испытания? Ибо время начаться в суду с Дома Божия, то есть имеется в виду от евреев. «Если же прежде сна начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьей? И если праведник едва спасается?» Вот кто-то беспечно относится к своему спасению и думает, «Ну ведь я же верую в Божий, этого достаточно». А ведь мы видим, каким должен быть христианин стойким к тем испытаниям, которые посылает ему Господь. «Праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? И так страждущие по воле Божьей да предадут Ему как верному Создателю души Своей, делая добро». Вот это предание воли Божьей. Это вот наш самый важный духовный поиск научиться предать себя воле Божьей. Как часто человек отдает свою волю воле какого-то наставника, учителя или хуже того, отдает себя буквально на растерзание каким-то пустословом. «Пастыри ваших умоляю я, сопастый и свидетель страданий Христовых и соучастник слави, которая должна открыться, пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствует над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Это к пастырям, это ко мне и другим моим собратьям пастырям. Обращено слово апостола Петра сапастыря на этой ниве Христовой. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг к другу, облегитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится и смиренным дает благодать. Вот в этом пятом стихе идет речь о том, что вот я как пастыр имею над собой архипастыря, архиерея, митрополита, и я должен повиноваться его воле. И также те, кто находится у меня в духовном послушании, когда исповедуются, они должны послушаться своему пастырю. У каждого священника, даже у патриарха, есть свой духовник. И вот духовник, он чином ниже своего духовного чада, потому что он патриарх, предстоятель всей, к примеру, русской православной церкви, а его духовник обычный германах, который смиренно молится и служит в монастыре. И вот повиновение воли своего пастыря, прежде всего, как говорит, помните священник за божество литургии, упоминая архиереев, помните господина, святейшего патриарха, потом блаженнейшего, нашего правящего Лазаря, потому что они должны пасти право править словом твоей истины, то есть истины Христу. Они должны руководствоваться в своем управлении только словом истины Христу. Не какими-то амбициями человеческими, а словом Христовой истины. И должны бесконечно углублять свое внимание в познании и постижении. Апостол Павел будет своему духовному чаду писать Тимофею о том, чтобы он возогревал в себе это дарование и чтобы он изучал Слово Божие. Несмотря на то, что он тоже был епископом, это основное занятие духовника в том, чтобы постигать мудрость Божию, чтобы этой мудрости наставлять своих посолок. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот вдумайтесь в этот образ. Он как лев. Кто-нибудь был в зоопарке и видел это животное кровожадное? Оно может растерзать во мгновение человека и вот рыкает, ища кого поглотить и дух злобы сатана. И если кто-то думает, что нет, никакой опасности, то нужно трезвиться, говорит апостол здесь, и бодрствовать, потому что он думает, как склонить его на путь греха, как сбить его с пути истинного. Он человеконенавистник, он не знает пощады к человеку, он настолько злобное существо, что готов в любое время расправиться с ним. Вот настоящий воин всегда по достоинству ценит своего противника, его воинские достоинства, и он всегда будет по-честному сражаться с своим противником. И знаете, есть такие афоризмы, нельзя бить в спину, нельзя бить ниже пояса. Это значит, что есть какие-то нормы, по которым ведется брань, баталия какая-нибудь. И вот когда идет речь о сатане, у него нет никаких правил по отношению к человеку. Он всегда настроен только на одно, истребить, без всяких правил, заметив только слабость, какую-то слабинку маленькую, за все зацепиться, чтобы человека коварно поглотить. Он хитер и лукав. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствуйте, приветствует вас избранная, подобно вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лапзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. Слова, которые прозвучали так давно, как будто для нас. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы, христиане, живущие сегодня, имеем те же скорби, те же трудности, и мы так мало чем отличаемся от тех которых были. И поэтому эти слова имеют вечный смысл, вечное значение. Они не приходят. Вы чувствуете, как каждое слово проникает в вашу душу. Вы чувствуете, что с этими словами нельзя спорить. Этим словам ничего невозможно противопоставить, потому что они истинны и правдны. Потому что они сказаны по наитию, внушению Святого Духа, обычным человеком, Богу угодным. Сейчас мы переходим к второму посланию апостола Петра. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявши с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам доумножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обещания, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества. Вот к чему призван человек стать причастником божественного естества. А ведь действительно, как сегодня человек изощряется в том, чтобы стать причастником животного естества. Как он с услаждением говорит о том, что мы должны раствориться с космосом, с этим миром. Помните, сколько призывов эти призывы так звучат для некоторых умилительно. И некоторые думают, да, действительно, как это здорово со всем миром раствориться, стать другими словами, причастником всего этого. А вот апостол Петр говорит о другом. О том, что если человек станет причастником этого тварного мира, вот взять только боевые искусства Востока, есть школа обезьян, школа змеи, как будто человеку не хватает своего личного человеческого опыта для того, чтобы воспринимать эту жизнь. И поэтому он подражает каким-то животным. А в результате он как бы растворяется, он пытается наблюдать внимательно за этим милым животным и учится, чтобы как змея бросаться на подобного себе и жалить его своим жалом. И вот когда человек говорит о том, что наступил год свиньи или крысы и говорят при этом, а вы знаете, если год быка, ни в коем случае, чтобы говядины на столе не было, прогневается этот небесный патрон на вас. И всерьез люди воспринимают эти сказки и всерьез об этом говорят. А ведь это на самом-то деле ужасно. Почему? Потому что человек повадками животных начинает обогащать свою человеческую жизнь. И так во многом. И когда говорит апостол о том, что мы должны стать причастниками божественного естества, то идет речь в данном случае о том, что человек призван к большему. Он призван к тому, чтобы быть естеством своим, причастным к естеству Бога. Ведь образ Божий в каждом человеке, и этот образ должен стать подобием, а человек делает себя подобием животных. Особенно унизительно, когда человек одевается на какие-то калятки и другие празднества в животного, и причем настолько пытается раствориться в этом всем. А ведь это тоже унижает человека. Это недостойно поступку человека. Ведь на самом-то деле снимаются какие-то инстанции контроля над самим собой. Если человек себе позволяет что-то однажды, то в следующий раз ему это будет легче сделать. Ведь каждый пусть вспомнит, когда человек делает первый раз грех, ему второй раз это легче сделать. Уже какая-то была предварительно снята инстанция контроля. И когда идет даже речь о любви к животным, то мы должны помнить и о том, что человек должен иметь только милующее сердце к животным, но ни в коем случае не любить животных. Любовь к животным это даже является грехом. потому что часто говорят чем больше я люблю животных, тем больше я начинаю ненавидеть почему-то людей. Человек должен испытывать только милосердие к этим нашим младшим братьям но ведь нужно отметить что младшие братья они не по возрасту не по хронологии младшие братья они только по ценностям своего существа ценностности своего существа потому что хронологические животные в этот мир пришли раньше Бог их раньше сотворил поэтому они старше но вот по ценностному качеству жизни человек выше и поэтому не надо искать среди животных родственников удалившись от господствующего в мире растления похотью то вы прилагая к сему все старания покажите вере вашей добродетели вот о чем должна свидетельствовать наша вера и не как она должна проявляться добродетель а добродетель это положительное качество внутри нас вот вся наша жизнь это прежде всего воспитание в себе добродетеля вот на греческом с греческого мальчик мальчик а именно мир покой веет от каждого слова такого благородного мужа исполненного добродетели или жены в добродетели нужно проявить рассудительность Серафим Саровский говорит добродетель это не груша ее так сразу не съешь а ведь услышав кто-то о добродетели или увидев еще лучше в жизни кого-то добродетель он настолько начинает возгораться этим желанием подражания этому человеку и думает все с завтрашнего дня становлюсь полным бессереденником или девственником или завтра точно уже я не буду объедаться или обжираться и конечно все начинают улыбаться потому что у каждого был такой опыт действительно не осилишь ее как грушу эту добродетель то есть ее мы кушаем постепенно и вот именно в этом и должна проявляться рассудительность духовная кто не хотел из нас быть постником да каждый христианин хотел быть постником ну и что во многом мы преуспели не очень а все потому что не было рассудительности духовной и поэтому и говорят нам отцы подвижники если ты видишь новоначального стремительно поднимающегося на небо возьми его за ногу и сорвай оттуда чтобы он пал и ударился больно вот когда человек падает сверху вниз он чувствует боль и потом он с осторожностью уже лезет на высоту и тогда он думает каждый свой шаг он свешивает вот эта рассудительность добродетели и в молитве это тоже добродетели это все добродетели нужно постепенно спокойно в рассудительности воздержание вот что является залогом правильной рассудительности воздержание а ведь мы не хотим воздержаться если быть постником уже только сегодня ну в крайнем случае завтра или молитвенником а ведь нужно проявить воздержание потому что ни одно доброе дело качество в жизни человек не может освоить в одночасье ему нужно много старания проявить сколько люди учатся в каких-то вузах для того чтобы освоить специальность как кирпич на кирпич положить правильно с учетом сопромата и так далее воздержание терпения ну вот а терпение ну какое воздержание а тут еще и терпение должно быть воздержание а в терпении благочестие вот видите что в основе всего благочестие благая честь это то о чем говорится нам постоянно даже в миру вещь нужно беречь с изнову а честь с молодым вот эта благая честь она должна быть у нас потому что потом ее восстановить очень тяжело когда уже накопилось когда ты уже покрылся как скорлупой какими-то неблагочестивыми настроениями как тяжело это преодолеть бывает в жизни в благочестии в братолюбии вот видите что братолюбие оно является основой благочестия честь всегда связана с любовью к брату а в братолюбии любовь если это вас есть и умножается то вы не останетесь без успеха вот мы здесь слышим слова которые очень близки для нашей современной ментальности вопрос успеха ведь мы во всем хотим видеть успех но видите какая цепочка успеха а мы так просто хотим все вот знаете как математическую форму чтобы было понятно желательно на калькуляторе ее решить а тут не получится любовь любовь братолюбие воздержание благочестие и залог успеха то о чем помните старец Паисий очень так немногословно в поэтической форме выразил когда его спросили а как жить жить не тужить никому не досаждать никого не осуждать и всем мое почти вот честь благочестие почти и тогда никто из нас не останется без успеха такой человек будет на самом деле успешным человеком и плода в познании Господа нашего Иисуса Христова а в ком нет всего тот слеп закрыл глаза забыл об очищении прежних грехов своих посему братья более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание вот нужно звание твердым делать и избрание вот звание наше христианское и вот это самое главное это стержень нашей жизни и он должен быть твердым так поступая никогда не приткнетесь вот видите о чем идет речь мы ведь часто озадачиваем себя как бы так поступить чтобы не приткнуться так вот нужно так поступать и нас ожидает успех и мы никогда не приткнемся ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа для того я никогда не перестану напоминать вам о сём хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине а действительно не знаем ли мы этого ведь все мы знаем а знаете почему а потому что внутренняя особость нам об этом постоянно говорит мы с этим знанием уже рождены в этот мир мы только постепенно как будто включаем какой-то механизм забывания а ведь помните какой малыш он и братолюбив он и любвеобилен он всегда с какими-то добрыми побуждениями глазами смотрит на этот мир но постепенно его начинает учить хищническим способностям выживания и вот он постепенно начинает забывать то что было заложено внутри нас еще Платон в своих рассуждениях когда-то говорил что все заложено в человека и когда что-то приходит светлое нам в голову то это есть просто воспоминание воспоминание того что Бог вложил внутрь человека а премудрый сирак он прямо и говорит что весь мир Господь вложил внутрь сердца человеческого все то что в этом мире оно в конспективном варианте вложено внутри человека оно все есть почему мы часто говорим что мы должны быть любвеобильны друг к другу милосердны к животным а потому что все это уже заложено внутри нас мы выражаем потому что это жило у нас всегда справедливым же почитаю того доколе нахожусь в этой телесной храме возбуждать вас напоминанием знаю что скоро должен оставить храм то есть тело как и Господь наш Иисус Христос открыл мне вот часто святые люди говорят о том что они знают о дне своей сердце вот об этом и говорит здесь в этом стихе апостол Петр буду же стараться чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память вот о чем беспокоится мудрый пастр и отец своих детей ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитросплетенным баснем последуя но быв очевидцами его величия вот о чем говорит апостол Петр о том что он был очевидцем величия Христа и вот он говорит то что он сам видел ибо он принял от Бога отца чести славу когда велелепной славы принеся к нему такой глаз синий сын мой возлюбленный в котором мое благоволение это на горе Фавор преображение и когда он выходил из Иордана на крещение и этот глаз принесшийся с небес мы слышали будучи с ним на святой горе и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как к светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших зная прежде всего то что никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому собою ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божьи и человек и будучи движимы духом святым о чем же говорит апостол в этих строках он говорит нам о том что пророчество невозможно само по себе разрешить потому что оно было высказано пророком по наитию святого духа и это значит что пророчество часто даже сам пророк не до конца постигал смысл этого пророчества потому что пророчество оно является некой бездомной бездомным колодцем которое постигается человеком постепенно по мере очищения своего сердца ведь сколько раз вы удивляетесь тому что когда вы читаете священное писание в очередной раз для вас открывается что-то новое а все потому что бог вам открывает это новое потому что вы стараетесь быть послушными этому слову боже вы пытаетесь открыть свою душу своим вниманием своим участием и господь вам все более и более открывает потому что он любит своих детей а значит хочет что-то новое сказать через это слово чтобы оно никогда не было мертвым это слово поэтому мы должны его читать и должны стремиться через молитву читать потому что молитва это просьба господи открой что же ты вложил в это слово и что мне полезно знать были и лжепророки в народе как и у вас будут лжеучители которые ведут пагубные ереси и отвергаясь искупившего их господа навлекут сами на себя скорую погибель и многие последуют их разврату через них путь истины будет в поношении и из любостержания будут уловлять вас льстивыми словами суд им давно готов и погибель их не дремлет вообще страшно искажать слово Божие и вот сектантом обращено это слово апостола они думают что каждый человек который читает священное писание и если он толкует это священное писание то он уже это делает по наитию Божьему нет истина Божия однажды была высказана а нам нужно находиться в традиции понимания этой истины а в традиции понимания хранит церковь потому что она столб и утверждение истины как говорит нам апостол и получается что только тот может постигать смысл писания который в церкви находится вне церкви слово Божие священное писание мертво оно непостижимо потому что священное писание это книга церкви потому что именно по наитию святого духа мужи церкви написали этот текст а значит и понять можно его только находясь внутри церкви и вот лжеучителя это те которые по своему мудрованию как и Лютер мудровал и он даже однажды сказал что тот человек который не понимает так как я учу да будет проклят это слова Лютера он настолько был в запале проповедническом в полемике с католицизмом что он впал в страшную гордыню и в безумие сам расторг обеты монашеские соблазнив женщину которая тоже расторгла обеты и вот таких два растриженника отвергшиеся от обетов вступили в брак и как этот человек который нарушил верность Богу может после всего этого учить других ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил но связав узами адского мрака предал блюсти на суд для наказания и если не пощадил первого мира но в восьми душах сохранил семейство Ноя проповедника правды когда навел потоп на мир нечестивых и если города садомские и гоморские осудив на истребление превратил в пепел показав пример будущим нечестивцам а праведного лота утомленного обращений между людьми неистово развратными избавил ибо сей праведник живя между ними ежедневно мучился в праведной душе видя и слыша дела беззаконные то конечно знает Господь как избавлять благочестивых от искушения а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания а наипаче тех которые идут вслед ски верных похоти плоти презирают начальство дерзки своевольны и не страшатся злословить высших тогда как и ангелы превосходя их крепостью и силою не произносят на них пред Господом укоризненного суда вот идет речь и здесь о том как Господь наказал ангелов грешников если кто-то желает представить Бога как сентиментальное существо что нет ну Бог не выдержит он обязательно пощадит помилует грешников не раскаившихся и все равно будет рай это учение так так званом апокатастасисе за это еще Ориген был осужден это всеобщее восстановление что якобы все спасутся церковь осудила почему а потому что если душа сия грешна то почему она грешна потому что всякий грех который человек совершал как мы уже говорили по учению апостола это противоборство Богу внутри война против Бога то как может человек блаженствовать если он постоянно противостоит Богу ведь сатана тоже в переводе с еврейского это противник в чем же тогда блаженство если блаженство верных в том что они наконец увидят лицом к лицу своего отца своего спасителя то в чем собственно будет блаженство для грешников если они ненавидели Бога если они презирали Бога если они соблазняли и отвергали с истинного пути тех людей которые жили по-божески в чем тогда может быть блаженство для этих грешников и прощения в чем у них же есть своя свобода помните мудрость вольному воля о спасенном рае если человек вольную волюшку больше любил чем Христа так пусть в этом его выбор а наипаче тех которые идут вслед скверных похотей плоти презирают начальство дерзки своевольны и не страшатся злословить высших тогда как и ангелы превосходя их крепостью и силой не произносят на них пред Господом укоризненного суда вы видите о чем говорится о том что они то есть ангелы не произносят суда на нечестивцев на грешников помните однажды как Господь вразумить хотел монаха дерзкого и своевольного который осуждал другого брата своего монаха и когда умер этот монах которого осуждал его собрат ангел ангелу велел Господь представить предочи этого осуждавшего монаха душу этого осужденного с такими словами Господь тебя спрашивает куда его налево или направо и тогда только этот монах понял что как я могу судить потому что здесь то на самом деле идет речь о чем о вечной участи человека неужели я могу такой приговор произнести и ангелы они только вестники воли Божьей и вот мы должны тоже быть только вестниками воли Божьей никого не осуждать потому что весь суд принадлежит Богу они как бессловесные животные то есть о грешниках идет речь водимые природой что естественно часто говорят эти люди то не безобразно ну вот в перечне естественных потребностей почему-то все больше запятых появляется рожденные на уловлении истреблении злословия то чего не понимают в растлении своем истребятся они получат возмездие за беззаконие ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши срамники и оствернители они наслаждаются обманами своими пиршествуя с вами глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха они прельщают неутвержденные души чего только стоит всевозможные телешоу где молодых обольщают какой-то славы неутвержденные души они не знают что такое братолюбие они не знают что такое благочестие рассудительность терпение но они уже знают что они скоро будут звездами а может быть кто-то уже ощущает себя таковым вот что внушается сегодняшним обществом безумцием взрослых людей детям вы 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 лучшие а ведь кто лучше а кто хуже скажет только один бог только ему принадлежит право и суждение о человеке сердце их приучено к любостержанию это сыны проклятия вы представляете что происходит на этих телеэкранах это действительно сыны проклятия раз они толкают на путь греха неутвержденные души конечно у каждого человека есть еще надежда на покаяние потому что много грешников знает церковь раскаившихся но для того чтобы раскаиться тот человек должен этого хотеть оставив прямой путь они заблудились идя по следам Вала Вала сына Васорова который возлюбил мзду неправедную но был облечен в своем беззаконии бессловесная ослица проговорив человеческим голосом остановила безумие пророка помните да когда он по просьбе царя Маавского Валака должен был проклясть иудеев как пророк потому что что ты проклянешь то будет проклято что ты благословишь будет благословенно и я тебе дам огромное количество золота за это проклятие и он соблазнился этим и несмысленные животные ослица а осел у нас является символом тупости именно это тупое как бы несмысленное животное вразумило пророка это безводные источники облака и мглы гонимые бурью им приготовлен мрак вечной тьмы вот с чем сравнивает апостол облака гонимые бурью пустота безводные источники ибо произнося набутые пустословия они улавляют в плотские похоти и разврат тех которые едва отстали от находящихся в заблуждении есть даже такая телепередача как сейчас принято говорить телешоу школа злословия к примеру и в этой школе злословия две дамы бальзаковского возраста изощряются в красноречии для того чтобы человека в его добрых намерениях постыдить и показать насколько он примитивен обещают им свободу будучи сами рабы тления ибо кто кем побежден тот тому и раб ибо если избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими то последний бывает для таковых хуже первого лучше бы им не познать путь правды нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди но с ними случается по верной пословице пёс возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи это уже второе послание пишу к вам возлюбленные в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл чтобы вы помнили слова преждереченные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя преданной апостолами прежде всего знайте что в последние дни явятся наглые лгатели поступающие по собственным похотям и говорящие где обетование пришествия его ибо с тех пор как стали умирать отцы от начала творения все остается так же думающие так не знают что в начале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою потому тогдашний мир погиб быв потоплен водою а нынешние небеса и земля содержимые тем же словом сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человек одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленные что у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день не медлит Господь исполнением обетования как некоторые почитают то медление но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию придет же день Господень как тать то есть вор ночью и тогда небеса с шумом придут стихии мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли на которых обитает правда эти слова апостола нам повествуют о будущих судьбах человеческой истории И все это, если раньше совершалось где-то как исключение в жизни людей, сокрыто, то сейчас какие-то мужеложники, раскрытили детей могут это совершать и показывать на весь мир и в сети интернета, и по телевидению. А сколько всевозможных глянцевых журналов, и все это на фоне христианства мы понимаем какой-то апокалипсис. То есть человечество доходит до каких-то рубежей, после которых, кажется, уже невозможно что-либо в этом мире изменить. Кажется, все должно погибнуть. Кажется, что человечество идет каким-то путем самоубийства. И это фобия, которая все больше и больше распространяется о глобальном потеплении, о том, что ледники затопят этот мир. И о том, что сеть интернета, спутниковая сеть просматривает жизни человека, как стекляшку насквозь. Столько сегодня принципов жизни, которые далеки от христианских идеалов. И, конечно, нас это пугает. Но мы не должны этого бояться. Поднимите головы ваши, скажет уже апостол Павел. Потому что наступило избавление ваше, когда все это будет. Человек через все эти страхи, он должен понимать, что это не только пришествие в мир Антихриста приближается. Но приближается и приход в мир Христа. А это значит, что в этот мир Спаситель придет второй раз. Для нас это есть благовестие. Для верующих во Христа. Трезвящихся и бодрствующих. И поэтому мы не должны отчаивать. Мы должны уповать на Бога, жить верой в Него. И тогда нам не страшны все те страхи, которые внушают сегодня масс-медиа. И через создание фантастами художественных фильмов 2012 или подобные ему. И когда рисуется сплошной мрак кинематографом. И мы понимаем, что с этим сложно спорить. Но другая сторона медали – это то, что для христианина наступит момент встречи. Встречи со своим Спасителем. Конечно, все мы осознаем себя, как грешные люди. Но этот страх другой. Это страх, который нас побуждает к покаянию. А есть страх, который погружает человека в отчаяние, в тоску беспросветную. В фобии, которые перерастают в болезни. В маниакальные преследования и так далее. Поэтому страх Божий – это начало света премудрости. И когда идет речь, где обетование, пришествие Его, так лукаво спрашивают лукавые люди. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Может быть, вы тоже слышали такие вопросы. Но ведь вы говорите, что Христос воскрес. А ведь с этим должно быть положено, должен быть положен конец смерти. Никто не должен после этого умирать, ведь смерть побеждена. Вы постоянно верующие люди, только и твердите, Христос воскрес. Смертью смерть поправ, несущим во гробах живот даровал. А ведь никто не воскрешается. Где ваше обетование? Все умирают с момента сотворения мира. И вот заключает эту мысль апостол другими словами и говорит. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». И вот именно новое небо и новая земля – это не эта земля, не это небо, они сгорят, как говорит нам сегодня апостол Петр. Сберегаются огню на день суда. С шумом придут стихии, же разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Бывает так, что мастер даже очень красивое произведение своего мастерства бросает в огонь, если это металл, для того, чтобы переплавить в новое изделие. Потому что он видит другой замысел. И вот Господь совершит некое переплавление этого мира. Потому что весь этот мир пронизан скверной человеческого греха. Разве сможет человек спокойно пройтись по улице, если он помнит, что на этой улице была убита его мать? Может ли быть спокойна душа человека, когда он сам когда-то совершал здесь грех, но правда потом покаялся? Это будет напоминать ему о его грехе и лишит его блаженства и радости. Поэтому Господь сделает новое небо и новую землю, которая не будет напоминать человеку о той прежней земле и о том прежнем небе. И нужно заметить, что глаз не видел человека и не слышало его ухо, какой будет прекрасен этот новый Богом сотворенный мир. Именно этого мы ожидаем в обетовании. Там воскреснут мертвые, апостол Павел скажет дальше, а живые во мгновение ока изменятся. Это не будет долгое переплавление. Мгновение ока это когда мы закрываем глаз и открываем, это миг. И в миг все изменится, как говорит апостол, мы изменимся. Во мгновение ока. Жилые. То есть те люди, которые останутся еще жить. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним, неоскверненными и непорочными в мире. И о долготерпении Господа нашего почитайте спасение. То есть апостол говорит, что не думайте, что если Господь медлит, он не медлит, он долготерпит. И это очень важно, понятно. Как и возлюбленный брат наш Павел. Вот эти слова удивительные. Мы сегодня уже заканчиваем это послание. По данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное. Что невежные и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. О чем здесь говорит апостол Петр? Мне хотелось бы в данном случае сказать сектантам. Они говорят, что мы живем только по Писанию. И тогда возникает вопрос. Если они живут с такой уверенностью по Писанию, то откуда у них такая уверенность? Если даже апостол Петр говорит о посланиях апостола Павла, что в них есть нечто неудобо-вразумительное. Значит, и для апостола Петра в посланиях Павла было нечто неудобо-вразумительное. А вот для сектанта все понятно. Как Божий день. Все очень просто сказано. А вот далее говорит апостол, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Что это значит? Это значит, что вот невежды и неутвержденные, как и прочие писания превращают в некий примитив своих заблуждений. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, которые уверены, что они все знают, и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познанию Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. Вот сегодня мы закончим это второе послание апостола Петра. И я прошу, может, какие-то у вас есть вопросы по посланию. Ну что ж, слово пастыря коснулось сердец и умов всех. Я думаю, что это будет доброй пищей для ваших размышлений на предстоящую неделю. И эти размышления принесут прекрасный плод добродетели, а добродетели этой рассуждительности, воздержания и благочестия. Дай Бог, чтобы именно такие плоды принесла ваша душа. И чтобы это вам тоже давало радость и всем тем, кто вас окружает в вашей жизни. Так что первое соборное послание апостола Иоанна, вы ознакомьтесь с ним, потому что это апостол любви, апостол Иоанна. Вы будете каждым словом упиваться, как раздущий, вот потому что действительно там ответы на многие наши вопросы. Спаси всех, Господь, за ваше внимание.